Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Коротко о главных темах. И эти группы совершенно не сопоставимы ни по летальности, ни по заболеваемости с той группой, которая не вакцинирована. Депутаты ЗАГС Собрания одобрили федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, когда пройдет голосование в Государственной Думе. Связала одежду, мы понесли, кинули в колодец. Он пытался схватиться, но хватался только одной рукой. Большие подвиги маленьких героев. За что новосибирские школьники получили награды областного правительства? Все отколола и начала лечить. Я же под наркозом, я не понимаю, что она лечит. Домой прихожу, у меня вокруг зубов, что-то шероховатость, язык болит. Масса потерянных нервов из-за удаления одного. Почему после похода к дантисту пришлось обращаться в суд? Сегодня на сессии Законодательного собрания депутаты рассмотрели и приняли единогласно в первом чтении проект закона о бюджете Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. В приоритете по-прежнему расходы на образование, здравоохранение и социальную сферу. По прогнозам, общий объем доходов областного бюджета в следующем году составит почти 217 миллиардов рублей. Мы фактически пережили экономические последствия пандемии. Пандемия эпидемиологическая, она продолжается, заболеваемость, к сожалению, продолжается, но влияние на экономику уже слабло. Мы это увидели уже в середине этого года. Вместе с депутатом уже дважды в этом году выходили на плюсовые поправки в бюджет. По всем основным параметрам мы превышаем среднероссийские уровни и параметры бюджета тоже заложен прирост собственных доходов. Как я уже сказал, по доходам из федерального бюджета работа эта будет еще продолжаться. Кроме того, депутаты подробно рассмотрели проекты, которые реализуют по концессионным соглашениям и в рамках государственного частного партнерства. Напомню, в Новосибирской области таким образом уже возводят 7 поликлиник и 4-й мост через ОПИ. А уже в следующем году начнется строительство нескольких общеобразовательных школ. Чем всегда смущали концессии ГЧП, потому что, ну, по сути, нет никаких аукционов, тендеров и так далее. Я всегда за то, что когда это открыто, тогда это понятно. Когда многие не понимали, что творится, тогда задавались эти кривотолки и так далее, и так далее. Сегодня, когда все показали, рассказали и разъяснили, все вопросы ушли. Единогласно, если честно, даже я не ожидал, что по тем же школам единогласное голосование было. Этот доклад был Льва Николаевичу необходим. Чем мы больше будем в открытую, так сказать, показывать, рассказывать, тем больше мы сделаем. Также сегодня в ЗАГС собрании поддержали поправки федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Эти изменения дают право на региональном уровне определять места массового скопления людей, которые можно будет посещать только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Андрей Баев продолжит. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Новосибирской области остается сложной. В четвертую волну пандемии ежесуточно регистрируют почти 400 случаев заражения новым коронавирусом. Сегодня перед депутатами выступает главный инфекционист региона. Лариса Познякова приводит данные международных статистических исследований, которые очередной раз подтверждают, только массовая вакцинация может переломить ситуацию с распространением инфекции. Обведение QR-кодов – это вынужденная и временная мера для ускорения прививочной кампании. В привитой или иммунизированной популяции, где охват вакцинации составляет от 85 до 95%, люди болеют. Но они болеют легко, и эти группы совершенно не сопоставимы ни по летальности, ни по заболеваемости с той группой, которая не вакцинирована. Чтобы как-то повлиять на сегодняшнюю ситуацию, мы должны как временную меру ввести QR-коды, я повторяю еще раз, как временную меру до того момента, когда мы не достигнем цифры массовой иммунизации населения. Тяжелая заболеваемость новым коронавирусом лишает возможности должным образом лечить людей от других болезней. Перепрофилирование стационаров под ковидные госпитали, массовый наплыв пациентов в поликлинике, как следствие, врачи вынуждены откладывать плановую помощь. Мы не можем по-хорошему санировать, оздоровить наших земляков. И мне задают буквально недавно, где-то на моем выступлении в СМИ, какой ваш долг, Андрюль Алексеевич, на сегодня перед населением, как главного хирурга. Мы прикинули, посчитали, около 2,5-3 тысяч пациентов, наших земляков, мы в этом году в плановом порядке не смогли прооперировать. Основная цель изменений в федеральный закон – не ограничить людей в передвижении, а добиться массовой вакцинации. Например, в европейских странах, где сейчас этот показатель более 90%, смертельные случаи единичны, в разы меньше и тяжелых пациентов. При этом, напомнил спикер регионального парламента Андрей Шемкиф, поправки всего-навсего наделяют полномочиями региональные власти. И, естественно, если коллективный иммунитет будет достигнут, никто не собирается продлевать действия системы QR-кодов. Завтра ситуация улучшится. Да понятно, что нет смысла губернатору, так сказать, держать эту ситуацию. Мы 1200 теряем в день. Мы услышали все позиции. Я уверен, что при, так сказать, принятии в Государственной Думе это все учтется. И правильно Владимир Яковлевич сказал, через депутатов Госдумы, все предложения от всех фракций и так далее, это все будет отправлено. И я уверен, что это услышат и, так сказать, примут какие-то соответствующие изменения в этот законопроект. В итоге 45 депутатов проголосовали за одобрение законопроекта, 12 высказались против, 9 воздержались, не голосовали 2 человека. Окончательное решение со всеми изменениями от региональных парламентов примут уже депутаты Государственной Думы этой зимой. Андрей Баев, Евгений Агеев, Новости ОТС. Между тем, за минувшие сутки в регионе выявили 403 новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализированы 179 человек. Несмотря на достаточное количество коечного фонда, два лечебных учреждения готовы перепрофилировать в ковидные госпитали в случае необходимости. Стабильно высокий спрос на вакцинацию на этой неделе мы видим. Могу сказать, что за вчерашнее число 21 724 человека были привиты. В общем, и первым, и вторым компонентом, первым компонентом 12 584. Примерно такие же цифры в течение всей недели. А общее количество уже 1 168 404 жителей Новосибирской области привиты первым компонентом. И имеют завершенный курс вакцинации 953 770 человек. Выездная проверка Генпрокуратуры побывала на новосибирских долгостроях. Сейчас в проблеме обманутых дольщиков уделяют пристальное внимание на всех уровнях власти. Выдают субсидии как на городском, так и региональном уровне. Для участия привлекают других застройщиков с помощью нового механизма, так называемых МИПов. Подробнее в сюжете Александра Попова. В дом на Есенино жильцы должны были въехать еще 6 лет назад. Застройщик обанкротился, а дольщики остались один на один с бетонной коробкой. Организовали ЖСК, собрали дополнительно по 7 тысяч квадратного метра. Процесс пошел, но приблизить срок сдачи позволил именно механизм МИПов. Суть масштабных инвестиционных проектов в том, что власти выделяют земельные участки проверенным застройщикам без торгов. Взамен компания обязуется вкладывать деньги в завершение проблемных объектов. По технологии МИПов уже достраиваются несколько долгостроев. В частности, на улице Есенина, 67, два МИПа уже работают на пятом-шестом подъезде, на очереди седьмой и восьмой. Именно на вторую очередь дома на два подъезда удалось привлечь десятки миллионов рублей инвестиций. Осталось, ну и по отчетам, мы вообще понимаем, что отделка, сейчас запускается тепло, после этого отделка в квартирах, в местах общего пользования, ну и, соответственно, я думаю, что уже вот дома не за горами. Добавьте к этому субсидии на присоединение коммуникаций, установку лифтов и благоустройство, и уже в январе дольщики ждут заселения. А вот на сибиряков-гвардейцев жильцы рассчитывают въехать уже в этом году. Хотя при покупке квартиры сдача планировалась на 2015-й. Потом, в конце концов, стройка остановилась, но вынуждены были взять ответственность на себя и достраиваться. Полтора года переговоров, сбора средств, поиска инвесторов и подрядчиков стоили больших нервов. Я говорю, что мне потом надо год где-нибудь релаксировать на Бали, потому что это невозможно. На самом деле очень тяжело все вот эти процедуры, которые связаны с прохождением документации. Однако, несмотря на сложность процедуры, масштабный инвестиционный проект показал свою эффективность. И главное теперь проконтролировать его реализацию. Если дом, как нам обещали, будет сдаваться в декабре, то именно сейчас как раз и нужно заниматься вопросами контроля за окончательным тех присоединением и выполнением функции строительного надзора и архитектурного контроля. На сегодня, благодаря МИПам, достраиваются около 30 проблемных объектов. И все это с минимальным привлечением бюджетных средств. Александр Попов, Алексей Зубила, новости ОТС. В Новосибирске сегодня наградили героев-школьников, детей, которые самоотверженно помогли людям в беде и спасли им жизни. Самому юному герою всего 8 лет. Екатерина Стывко подробнее. 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдоха. Основы оказания первой помощи Шукрона Гадоева знает на отлично. Как и то, что в экстренной ситуации медлить нельзя. Весной девушка спасла жизнь трехлетнего ребенка. Мальчик на ее глазах упал в колодец. Я связала одежду, мы понесли, кинули в колодец. Он пытался схватиться, но он хватался только одной рукой. Подруги в это время уже побежали за лестницей, принесли. Я залезла вниз в колодец по лестнице, поставила его на лестницу, помогла ему подняться. Глубина колодца с ледяной водой около 5 метров. Замерзшего малыша Шукрона отвела домой. Не испугалась холода и третиклассница Диана Акушко спасла подругу, которая провалилась на озере под лед. Вначале села на коленки и дала ей руку. Начала одной рукой вытаскивать, а потом второй. Я подумала, что она моя лучшая подруга и людей нельзя бросать. В трудной ситуации не каждый взрослый способен быстро среагировать. Ребята бесстрашно пришли на помощь товарищам. За это им вручают особые награды. Сегодня награждают шестерых маленьких героев Новосибирской области. Им подарят вот такие памятные медали Совета Федерации за проявленное мужество. Всероссийский гражданско-патриотический проект называется «Дети-герои». В этом году отличились около 180 ребят по всей стране. Спасение погорельцев и утопающих, помощь в розыске преступников, защита чужой жизни. Вот неполный список подвигов. Это дорогого стоит. Именно вот это чувство прийти, подставить плечо другому человеку, незнакомому даже тебе человеку. Это вот то, с закалкой, с которой вы идете по жизни. Хочу сказать спасибо вам большое за вашу такую активную жизненную позицию. Неравнодушие. Самое главное. Отметили ребят и сотрудники МЧС. Подрастающее поколение сейчас помощники. А в будущем могут стать и коллегами. Екатерина Стывко, Александр Ведерников, Антон Мамаев. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Получается, около полутора года назад я встретился с такой проблемой, как зависимость. И решил, ну, моя жизнь просто пошла под откос и решил попросить помощи. Как ночь у вас прошла? Да. Ну, очень хорошо спал. Ну, достаточно свободно дышал. Не скажу даже, что после операции, да, это состояние. Все зимние горки в городе Новосибирске теперь должны соответствовать новым, более жестким требованиям с точки зрения эксплуатации и обеспечения безопасности на них. В частности, каждая горка должна пройти техническое освидетельствование. Купить, а не копить. Квартира в Петербурге. 0 рублей первый взнос. Большой выбор квартир от Сеттл Групп. Звоним. 8 800 333 03 55. Звонок по России бесплатно. Бронируйте онлайн. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Мечтайте, планируйте, сберегайте. Валеная обувь от Ивана Лапина. Ваше здоровье в ваших ногах. Успеть к Новому году? Достроить дом? Думаешь, чудес не бывает? Скорее в 100 дел! Берем все самое необходимое. Творим волшебство. Создаем все задуманное. И наслаждаемся результатом. Простые чудеса с магазином 100 дел. Черная пятница в центре слуха Видекс. Только до конца ноября. Скидки на слуховые аппараты 20%. Телефон 202 15 92. Удивительное происшествие случилось в Убинском районе. Деревню Херсонка оставил без электричества кудрявый пеликан. Краснокнижная птица упала на высоковольтную линию и замкнула провода. Орнитологи утверждают, что это один из редких случаев, когда пеликаны залетели в наши широты и, скорее всего, направлялись на зимовку в Азию. Местные жители оказали первую помощь, зафиксировали сломанное крыло кожаным ремнем, а потом отвезли птицу в райцентр. Ветеринарного хирурга в Убинке нет, поэтому гипс пришлось накладывать медсестре местной больницы. Кроме того, у пеликана обнаружили старую рану, которая, видимо, и стала причиной падения. Нежданного гостя готов был принять питомник в Барнауле, но, к сожалению, залетный пеликан не дожил до утра. Психологическая помощь и труд во благо. В реабилитационном центре «Горизонт надежды» помогают людям с алкогольной и наркотической зависимостью вернуться к нормальной жизни. Одна из задач – социализировать реабилитантов. В этом году при поддержке Министерства региональной политики области центр построил мастерскую по обработке дерева. Екатерина Новгородцева расскажет подробнее. Столярной мастерской кипит работа. За станками воспитанники центра «Горизонт надежды» создают корпусную мебель. Это один из этапов реабилитации. Виды работ мы выполняем вообще любые, что касаемо корпусной мебели. Ну, непосредственно изготовления. То есть, начиная от распила, кромкооблицовка, разметка, сверловка, сборка. То есть, весь производственный процесс, то есть, от начала до конца происходит в этом помещении. То, что собрали, ставят в здании центра – тумбочки, шкафы, стулья. Мастерскую построили на средства гранта. В этом году фонд «Горизонт надежды» стал одним из победителей конкурса, который проводило Министерство региональной политики Новосибирской области при софинансировании фонда президентских грантов. Основная проблема какая? Человек проходит курс реабилитации, выходит в большую жизнь, да, и получается так, что у него нет никаких навыков, чтобы пойти элементарно устроиться на работу. Мы не говорим о каких-то высококвалифицированных профессиях, мы говорим о том, чтобы человек мог пойти куда-то, допустим, на стройку, на шиномонтажку, рабочим куда-то. В мастерскую приходят по желанию. Одни давно знакомы со столярным станком, другие впервые начали работать с деревом. «Как бы вот стоят готовые уже материалы, тумбочки под телевизором, подставки собраны. У меня пока в процессе обучения все интересно и своего рода занятости, какие-то новые навыки получают. Разнообразие, оно такое, которое отвлекает, то есть не зацикливаешься на чем-то одном, интерес присутствует». Кроме столярной мастерской в центре есть пекарня. В будни там готовят свежий хлеб, а по праздникам воспитанники центра изучают кулинарные изыски. Например, пекут пиццу. Все воспитанники могут найти занятия по интересам. «Получается, около полутора года назад я встретился с такой проблемой, как зависимость, и решил, ну, моя жизнь просто пошла под откос, и решил попросить помощи, обратиться в горизонт надежды. Узнал по объявлению, ну, узнал от знакомых, ребят, которые уже проходили, что хороший центр, и здесь, возможно, мне могут помочь». Центр рассчитан на 40 человек. Сейчас на реабилитации находится чуть больше 30. Живут по распорядку. У каждого есть свои обязанности. Ежедневно кто-то готовит, кто-то следит за порядком. Отдаленность от города, горизонт надежды находится в Искитимском районе, способствует восстановлению. «Это касается ассоциативной памяти. Допустим, если по алкоголю сказать, да, что человек идет там, да, по городу, вот здесь я покупал там такие-то напитки, да, здесь я употреблял с тем-то и так далее, то есть это может помешать. Здесь ничто не отвлекает от процесса реабилитации». Если вы или ваши близкие и зависимые нуждаетесь в помощи, обратиться в социально-реабилитационный центр «Горизонт надежды» можно по телефону, указанному на экране. Екатерина Новгородцева, Евгений Павлов, Новости ОТС. Поход к дантисту обернулся судебными тяжбами. В нашу редакцию обратилась жительница Новосибирска с жалобой на стоматологическую поликлинику. Женщина хотела установить коронку, но в процессе подготовки к процедуре ей повредили здоровые зубы. Ситуацией разбиралась Екатерина Стывко. «Мне коронку поломали, я теперь волчица. На луну ночью повою. Может, зубы успокою». О своей истории Тамара Леготина слагает стихи. Творчество помогает справляться со стрессом. Почти год назад женщина решила привести свою улыбку в порядок и вставить зуб. Обратилась в первую стоматологическую поликлинику, но от полноценного импланта пациентку отговорили врачи. «Начал говорить, у вас пятый, седьмой зуб, значит, у вас уже там пломбочки стоят, вам лучше сделать металлокерамику. Но при этом он мне не объяснил, что будут удаляться нервы». Установить решили мастовидный протез. Его должны были прикрепить к пятому и седьмому зубам. На последнем стояла коронка. Перед манипуляциями ее посоветовали снять. Женщину отправили к ортопеду. «Отколола и начала лечить. Я же под наркозом, я не понимаю, что она лечит. Домой прихожу, у меня вокруг зуба что-то шероховатость, язык болит. Я, естественно, на другой день к заведующей Бойловой посадила в кресло и говорит, «Так вам с пятого зуба удалили нерв». Я говорю, «Как с пятого? У вас же написано в направлении депультировать». Я говорю, что такое депультировать? Врач мне не объяснила, что такое депультировать». После этого инцидента Тамара еще не раз посещала кабинет стоматолога. Нервы удалили, коронку сняли, протез так и не поставили. А пятый зуб продолжал болеть. На жалобы женщины в Минздраве ответили следующее. Врач Ружицкая, ЖА, давала вам пояснение по поводу депульпирования зубов. Вами было подписано информированное добровольное согласие. Депульпирование зубов 5 и 7 было необходимым условием реализации плана протезирования, согласованного с вами. Такой ответ Тамару не удовлетворил. Подала иск в суд. Ведь до этой истории зубы не беспокоили. Юристы обратились к независимому эксперту-стоматологу. После просмотра всей медицинской документации нам сказал, что показаний для удаления нерва с пятого зуба не было. Как правило, при таких обстоятельствах моральная компенсация будет составлять по таким делам 30-50 тысяч рублей. Точку в этом деле сможет поставить судебно-медицинская экспертиза и суд, который назначен на декабрь. Жалобы на стоматологии города и области потоком поступают в региональный Росздравнадзор. С начала года почти полсотни писем. Это недоступность медицинской помощи в стоматологической. В основном это экстренная помощь. Один из доводов – это некачественное оказание медицинской помощи. Я бы сказала, это основной довод. Далее – это отсутствие информации об оказании платных услуг как раз в рамках договорных отношений. И отказ в предоставлении информации об оказанных медицинских услугах. Сотрудники Росздравнадзора уже выдали больше 10 предостережений разным стоматологическим организациям. Эксперты напоминают, на приеме врач обязан объяснить пациенту о том, как именно будет проходить лечение и обо всех возможных рисках. А также прописать это в договоре, который перед подписью необходимо очень внимательно прочесть. Екатерина Стывко, Александр Миняйло, Новости ОТС. Постоянный насморк и снижение слуха. Операция по удалению аденоидов – одна из самых популярных в лоротделении областной больницы. Еженедельно там выполняют около 10 таких хирургических вмешательств. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. Как ночь у вас прошла? Ночью хорошо спал. Достаточно свободно дышал. Не скажу даже, что после операции это состояние. До госпитализации врачи говорили об аденоидах второй степени. На операции выяснили, что третья. Был закрыт весь просвет носовых ходов. Первые проблемы с насморком у Вани начались еще с года. Мама вспоминает, то и дело направляли от лора к аллергологу и обратно. Гормоны, антибиотики, прыскалки, спреи. Ну все мы знаем, что нам советуют в поликлиниках. Ничего не помогало. Он дышал, даже было с задержкой дыхания, как рыбка. В этом сентябре, ему получается 3 года 10 месяцев, пошли в садик, заболел и пошло осложнение на слух. Ну и как матери, это жутко, когда ты ребенка спрашиваешь или говоришь, а он тебя не слышит. Здесь мы, конечно же, уже забили все колокола. Подобные ситуации требуют коррекции в сжатые сроки. До пандемии детям из райцентров аденоиды удаляли в областной клинике и Новосибирской районной больнице номер один. Когда Кольцовское медучреждение перепрофилировали в ковидный госпиталь, на выручку пришли Дорожная и Детская больницы скорой медицинской помощи. Маршрутизация изменилась, но все хирургические вмешательства выполняют точно в срок. Все проблемы рецидивов, того, что аденоиды вырастают вновь, это именно ситуации, когда операция выполняется без визуального контроля. То есть вот то, что, скажем так, делали нашему поколению, поколению родителей этих детей, когда операция выполнялась под местной анестезией и технически каким-то образом проконтролировать было невозможно. Она выполнялась практически вслепую. С появлением эндоскопии, ну, конечно, в каждом правиле есть исключение, но эти случаи, они сведены к минимуму. Чаще всего аденотомию выполняют детям от трех до пяти лет, но бывают и годовалые пациенты, и даже возрастные. Занимает операция не больше 20 минут. Он сказал, что он знает, что врачи ему делали хорошо, и что он теперь будет дышать свободным носиком. Сегодня Ваню выписывают из больницы. Завтра он отметит день рождения. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Межнациональные отношения в Новосибирске остаются стабильными и гармоничными, а по многим показателям ситуация даже улучшилась. Об этом сегодня говорили участники четвертой межрегиональной научно-практической конференции «Реализация национальной политики на муниципальном уровне». Подробности у Константина Клещина. Это уже четвертая конференция. В режиме онлайн присоединяются и нагородние участники, в том числе и от профильных структур правительства России. Ведь мало какая территория страны может похвастать пристальным вниманием к этой теме. А в Новосибирске после принятия стратегии государственной национальной политики и передачи ответственности за ее реализацию, в том числе и на муниципальный уровень, создали свой аналогичный документ. Есть вещи, которые делаем только мы. Ну и поскольку действительно население города – миллион шестьсот тысяч человек, то здесь, по сути, происходят такие же процессы, как и в некоторых субъектах Российской Федерации. Как пример, в Новосибирске ежегодно делают срез состояния межнациональных отношений. Это научный труд. В нынешнем докладе социологи подтверждают – большая часть жителей мегаполиса относится к мигрантам без опасения. Опасность может появиться с другой стороны – экономической. Работа-то, похоже, есть, а ресурсы-то исчерпанные. И конфликты могут возникать, что называется, не на межэтнической основе. Они могут возникать по поводу того, что мы хотели бы работать, зарабатывать. Кризисные явления в уровне жизни, в ценах, в инфляции мы видим. В ходе конференции ученые обещают представить не только доклад о состоянии межнациональных отношений, но и показать свое видение будущего возможные сценарии развития. Например, в случае снятия ограничений по ковид. Это работа на упреждение и профилактику проблем, что есть важная составляющая межнациональной политики государства. Константин Клещин, Борис Гладких, Новости ОТС. Полмиллиона рублей потратили городские власти на новые горки для детей. В Новосибирске этой зимой установят 10 ледяных аттракционов. Раскошелиться пришлось из-за измененных ГОСТов. Понравится ли детям новшество и когда откроют ледовый городок на набережной, выяснял Дмитрий Белькевич. Свист ветра в ушах, высокая скорость и улыбки до ушей. Все это вскоре ожидает новосибирскую детвору. Специально для юных горожан муниципалитет закупил новые горки. Их зорьют водой. Как только она схватится на морозе, аттракцион откроют. К слову, те горки, что функционировали в прошлом году с этого сезона вне закона. ГОСТ изменился. Все зимние горки в городе Новосибирске теперь должны соответствовать новым, более жестким требованиям с точки зрения эксплуатации и обеспечения безопасности на них. В частности, каждая горка должна пройти техническое освидетельствование и обязательную регистрацию в Государственной инспекции технического надзора по Новосибирской области. Например, горку не примут, если она будет с поворотами. Спуск окажется слишком крутым, а залита она будет речной, а не питьевой водой. В итоге старые деревянные горки, лежащие на складах, ликвидировали, а новые купили. Всего власти Новосибирска приобрели 10 зимних аттракционов. Обошлось это в 500 тысяч рублей. Новая горка появится в каждом парке мегаполиса уже в декабре. В том числе большая в Центральном парке. А в Бугаринской роще заработает лыжня. Детские горочки в парках города Новосибирска будут работать на бесплатных основаниях. Новые сервисы, которые требуют дополнительных вложений, которые дирекция реализует совместно с предпринимателями города Новосибирска, будут работать на платных основаниях. Но не всех новосибирцев такой расклад устраивает. Не готовы платить. А почему мы должны за них платить? Если коммерсанты ставят. Если коммерсанты ставят, но это же их инициатива. Это же не наша инициатива. Меж тем вопросов к стоимости роскошных горок в Ледовом городке на Михайловской набережной ни у кого не возникает. Платить там и вправду есть за что. Только из-за ГОСТов в этом году не все ледяные трассы будут извилистыми и скоростными. Тему аттракционов уже придумали. Будет посвящен 18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. И поэтому цирку и творчеству Юрия Никулина будет скульптурой. Соответственно цирковая тема будет. Заработает городок во второй половине декабря. Дмитрий Белькевич, Алексей Баженов. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 26 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 4,9 м в секунду. Влажность 91%. Температура ночью и днем минус 13-15. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами небольшой снег. Температура воздуха в субботу минус 7-9. В воскресенье минус 4-6. На этом у погоди все. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»